Всем привет, с вами снова Зак, и как вы могли догадаться, я не положил болт на Майнкрафт, и видимо мне стало не лень, потому что я решил продолжить снимать этот Индастриал, и пожалуй в этой серии мы отправимся все-таки в пещеру, ибо нужно набрать ресурсов, ну, понимаете, без них никуда, да. Да, вроде бы в Майнкрафт куча модов делает его совершенно другим, а без ресурсов все равно делать здесь нечего. В принципе, как многие из вас знают, индустриализация состоит в основном из бетона, электричества и железа, ну, чем Майнкрафт от этого отличается? Это, собственно, ничем, нам здесь тоже нужен редстоун и очень, очень, блять, много железа. Вы даже не представляете, сколько железа вам понадобится в этом чертовом Индастриале. Так, у нас здесь мокрые Чурс моды, поэтому здесь кучу всякие нечисти, и мне нужно... А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-а-А-А-А-А-А-А-А! блять ладно а в какую сторону ладно по-моему я шел в ту сторону так что мы пойдем туда ладно по-моему я был в этой стране значит туда и пойдем тем более там что-то светится что там светится по идее так это ай съебите ай-яй-яй-яй уйдите 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 от меня не хочу с вами выйдет в обнимашке все не играть да и блин за это же ночь точно как я мог забыть где дом то помню там еще листва была красивая чем-то напоминал листья марихуаны ну или марихуаны пофиг такого вот прекрасно в вождение в воду ну тут джунгли я был где-то рядом с джунглями значит по идее мне нужно куда-то сюда блин меня интригует кто мне написал в контакт я хочу посмотреть да ну вот это листва значит по идее где-то мой дом рядом скорее всего это он и они это не он он должен быть где-то рядом да хватит падать боже криворуги идет я же из лианы да то есть в этом моде вам понадобится очень много железа очень много редстоуна принципе других металлов вам понадобится много ну что поделать всего здесь нужно много и блин я не помню чтобы настолько глубоко уходил в джунгли мне кажется так нужно искать болото вот болото найти легче а все я понял где сейчас значит вот здесь вот ай беги вот здесь участвует хоть не писать брат здесь должен быть этот вулкан а да вот он вулканище уже по миникарте видно а это вулканище уже тут несколько минут пешочком ну как минут майнкрафта минут свалите да здесь мой домик должно быть да 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 и стоп нет не буду с тобой обниматься и с тобой ай хватит толкаться фу-фу-фу-фу такими быть да он все там пятно нефти уже на карте видно все мы пришли туда куда надо да у там болотная местность все бежим сейчас вам что в вещи не пропали то хотя там пропадет ничего одной одни инструменты так пятно там значит нам вот сюда да 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 сейчас поразбиваемся чуть-чуть главное не рип ай голод 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 ланд заскучим домами там по идее должно быть чуть-чуть курочки что я чуть за кадр поиграл построил все такую небольшую не за назовем это опалубкой хотели потому что это называется не опалубка опалубка назачивание другое но не знаю мне кажется что это так называется не знаю я не мастер строительства а уж тем более мастер архитектурных терминов шеи несу курочка не говорит только что на меня с собой было так ладно грибы нет гриб а где еще грибы и коричневый они что тоже с собой были а боже а по сути в печке в печке куриц фиг там 10 штук так ладно ну надеюсь что столько хп не хватит чтобы упасть вниз не разбиться ну или я побегу еще раз я назову это фейловой серии как все любят делать так вот аааа не бей не бей не бей нет ай свалить свалить ой тварь ааа ну ладно я назову это фейловой серией но теперь я хотя бы знаю куда нормально бежать и хотел бы с вами еще немножечко поговорить поговорить о варзии ну первые впечатления были хорошие не спорим вторые впечатлениям чуть-чуть пах ай хриперуя вторые впечатления стали чуть похуже я не буду говорить про вылеты про лаги ибо у меня этого нету я не понимаю людей которые вайне то что в альфе лаги и вылеты вы на это подписывались если ребят покупали я сейчас меня веселят сообщения на форуме где народ пишет ооо верните наши деньги ооо оно все лагает и вылетает я не платил за это 30 баксов 50 баксов ну ребята это альфа тест я ничего вам сказать не могу просто смиритесь делать вам с этим нечего вот и собственно что пока что я заметил в этой игре плохого плохое то то что я уже по что даже сам разработчик признал то что они занерфили очень сильно фонарик то ли случайно то ли специально этого не знаю но сейчас фонариком невозможно убить зомби то есть народ пишут его ой 50 ударов и зомби возможно умрет ну естественно зомби еще лагают чуть-чуть ну это естественно это альфа это все допустимо и проблема в том что оружие его мало то есть людей много территория маленькая а лута тоже мало и соответственно люди борются за этот лут и просто его собирают весь ухты пока эндерман вот и я не хочу сказать то что там по и проблема найти вот нет лут найти не проблема а я его какой зеленый ай дай подняться то ай ай свали вот то есть начало не проблема то есть я вчера зашел да меня пять раз там убили что сам вот очень интересно вот ты бежишь или ну в моем случае крадешься по гору чтобы все зомби не спалили что зомби у тебя убивать двух ударов замечу еще раз двух трех среднем и меня просто убивали люди замечу люди с одного удара фонариком я не знаю что сказать это немного глупо когда любой человеку который весь фонарик можете убить с одного удара но при этом это было так убивали и с этим было поделать абсолютно ничего пришлось смириться и играть дальше но так как в игре оказалось очень быстрая смена дня и ночи то есть я за день сколько я поиграл может часик там утром днем вечером в разное время захотел чуть поиграл там по 20 по 30 может вот и то есть я раза три поиграл днем и раза два поиграл ночью по игровому времени все это реально интересно и ночь она чем было интересно то что такая музыка классная сейчас сейчас вещи лежат есть смысл ай и убежден знаете что вот так вот в чем была идея то есть ночью было лутать гораздо легче что люди тебя не видели они в принципе мы все люди мы ночью видим хуже и разглядеть какие-то очертания в темноте для нас гораздо большая проблема ну и в игре соответственно тоже и вот этим я и воспользовался и скажу я вам я нашел два арбалета я нашел м16 еду воду но проблема в том что арбалет у меня всего две стрелы ну точнее по одной стреле каждому арбалету я их нашел две штуки и следующая проблема в том что на м16 меня нет патронов то есть вроде бы оружие есть но жалко то что тебя сейчас убьется на удар и ты все это оружие потеряешь но альфа тест на это все подписывались ничего с этим не поделать так сейчас будет ответственный момент нет выключить полностью отлично так сзади никого нету никого прицелился прыгать ну отлично все отдавайте все это так я уже слышу паукан где-то ползает паукан иди сюда вместе сразу без нынам так пусти пусть я уже там вижу железо все это ну ладно соберем вот это железная кирка лично соберем вот это не помню зачем это нужно но мы это соберем ну воду воду ладно перекроем ай прикрой отлично и запрыгни и сюда запрыгни и отдай мне грибы так вот это если не ошибаюсь мрамор или что-то такое вот его если плать он получать красивым но мы это делать не будем мы будем собирать бронзу больше бронзы нам всегда нужно больше бронзы так вот собственно в арзии оказалось достаточно интересно в то же время пока что очень несбалансированный ну я уверен что разработчики поймут это и повысят спаун лута во первых это ну это первое что надо сделать то что людей много а лута мало вполне очевидно то что не злотаться уж те кто там нашли холодное оружие они идут убивать и убивать все что движется ну я не могу сказать то что это русские честно вот я в этом не уверен то что я русских в этой игре особенно еще не встречал может там один раз в чате поскочила фраза алё есть здесь русский ну все то есть ничего такого все достаточно хорошо ну а теперь чтобы я мог нормально разрежет эту серию на кучу мелких я уже буду нести отстраненный бред чтобы не не сбивалась мысль постоянно так нам нужно железо железо здесь нету железо было где-то наверху я видел еще чекнем здесь нет где-то ну вот здесь вы было вот туда нужно подняться вот это зеленый туран он нам понадобится в ядерном реакторе помню я когда-то давно играл и на сервере у меня знакомый он ставил industrial server и тогда я был первым кого был ядерный реактор и в принципе в итоге я просто питал весь spawn point то есть там народ города ну не город построил свой поселок считай народ и я просто питал весь этот поселок с энергию от железной кирка питал энергию от ядерного реактора у меня там еще магазин стоял помню прикольно было то есть там можно было торговать всякими народ покупал нормально было весело железо нашли сейчас принципе я думаю мне по идее надо будет вернуться его выполнить выплавить и вернуться уже железными инструментами и нормально тут все накопать либо либо оставить все как есть и сейчас железо сначала сделать железную печь я подобрал или она никого не по телу сколько у меня 9 железа но это мало вы мне нужно сделать железную печь и вон там еще железо и мне нужно еще ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй вот мне нужно еще очень много железа на собственно coat и новый сенtaarp базе не она ждет много очень много и ему будет постоянно не хватать, как и редстоун. Но, правда, редстоун будет, по-моему, не хватать гораздо чаще, ибо редстоун это больше. А, железо, оно тут... В принципе, оно всегда есть. Проблемы его найти, я думаю, особых не составят. Надеюсь, что сейчас слава ко мне... Отдай, отлично. И все, здесь, по-моему, железа больше не будет. Прыжок от бога, отдай мне вот это. Спасибо. Так, крокодил. Во что ты здесь делаешь, окаянный? Вот у меня такой вопрос всего. Вот эту лаву я бы перекрыл, если честно. Хотя, сейчас, где у меня были шеллы? Опа. Я шеллу дома оставил, или я их просрал? Ладно. В общем, в чем соль? Я собираюсь делать... Где? Где? Где моя вторая кирка? Я с собой ее брал. Ай, боже. Ненавижу Майнкрафт, ненавижу. Так. Здесь нигде нет моей второй кирки? Нет? Так, ладно. Так. Юп! Свали! Крокодилище, чертово. Так. Ладно. Меняю нашу стратегию. Ну, это уже фейловая серия на 100%, поэтому мы будем просто страдать фигней сейчас. И уплывем наверх, на небеса в чудеса. Так, я уже близко? Да. Отлично. Сейчас надо, чтобы меня опять вниз никакая тварь не столкнула здесь. Вот, например, вот это. Вот ты... А, нет, не ползай ко мне, я домой. Так. Уточка. Спасибо. Так. Походу, это там фиолетовая зараза, она все распространяется и распространяется. Но мы все понимаем, что nobody cares. Ну, я тоже не cares. И все такое. Кстати, хорошая новость для тех, кто смотрит у меня Project Zomboid, ибо я нашел мод, который позволяет валить деревья с одного удара. А это значит, что в скором времени я вернусь и продолжу строительство своего гениального... Во, шелл у меня здесь. Отлично. Плавим железо. И это железо. И вот так. Отлично. А пока спустимся вот сюда вниз. Сейчас. Нужно вот это вот тоже спилить. Так, чтобы нормально проходить вообще. Чтобы в потолок не упираться. Во, отлично. Так, во. Я вот себе питомца одного нашел. Иди сюда. Иди сюда. Иди сиди в той клетке, в которой я тебе создал. Тупое королище. В скором времени у меня будет Zomboid. Да, много Zomboid будет, ребят. И где он? А, вот он. Так. Иди сюда. Отлично. Нет, 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 нет. На, домой. Иди сюда. Что с ним тебя там закопать, тварь? Если ты не хочешь сидеть в этом домике. Все, живи там. Ну, я потом сделаю стекло там, чтобы все цивильно выглядело хотя бы. Отлично. И пока оно плавится, мы чуть-чуть приостановимся. Что ж. Я вернулся. И железо, как вы видите, да, плавилось. А, и знаете, что мы сейчас будем делать железную печку? И так как мы экономные, мы сделаем очень умно. Мы сэкономим железо. Просто сломаем вот эту тупую печку, она нам больше не понадобится. И смотрите, запоминайте. Так. 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 Железная печка. Насколько я помню, она экономичнее, быстрее. Но она просто железная. Она не электрическая. По-моему. Да. В принципе, она нам дальше понадобится, чтобы сделать генератор. Вот. А из генератора сделать геотермальный генератор. А вот в чем проблема сделать обычный генератор, спросим у меня? Батарейки. А что нам делать батарейки? Что нам нужно? Гребаный редстоун. Ну и провода. Провода это для нас сейчас не проблема. Это значит, что... Что это значит? Сейчас я вам объясню, как сделать провода. Правда у нас есть золотые, медные и так далее. Чем лучше используем материал, тем больше вам дается. То есть, если мы сейчас возьмем, допустим, олово. Иди сюда. По-моему, можно делать оловянные провода. Но сейчас посмотрим. Вот. Мы берем вот так вот олово. И по краям выкладываем провода. Нет. Из олова нельзя делать. Это вполне логично. Я точно помню, что их можно делать из золота. Вот. Мы получаем 6 проводов. Да. Ну, так мы богаты. Мы можем себе позволить сделать 12 проводов. А уж поверьте, проводов в этом моде вам... Вам понадобится чертова туча. И вот так вот они выглядят. Так это можно будет прокладывать. И срубать, в принципе, без проблем можно рукой. Да. Ну, потом мы сделаем гаечный ключ, чтобы это все более... Ну, блин, более нормально. Более адекватно функционировало. Я с вами покажу еще одну фишку. Называется оно переработанное железо. Оно вам тоже понравится. То есть вы второй раз переплавляете железо. И получаете новую вещь под названием... Рефайнед Айрон. Это вот переработанное железо. Ну, итак, мне уже пора заканчивать. Ибо серия уже сейчас затянется на 20 минут. То... Я помню тебе, хвостатая тварь, как ты сажала всю мою рыбу. То я буду заканчивать. А в следующей серии... В следующей серии мы сделаем что-нибудь очень интересное и классное. Я... Ну, музычка способствует. Отлично. Не хочу быть как ролик. Хочу, чтобы у меня было больше места. Что ж... Что ж, пожалуй, просто курицу. Да. Если вам это понравилось, хотя, скорее всего, вам это не понравилось, то просто подпишитесь на канал, оставьте нам комментарии, лайки, бла-бла-бла, все такое. Но как я человек добрый, да, и все такое, то я вам скажу еще спасибо, если вы подпишетесь. Да. Просто оставьте комментарий о том, что вы подписались, и... Поверьте мне, я вам скажу спасибо. А если вы приведете друзей, то я скажу вам два спасибо. А если друзья приведут друзья друзей, то я скажу вам три спасибо. Ну, и что будет... Что вам сделать, если я тебе сказал четыре спасибо, я думаю, вы уже сами поняли. Так что... До встречи, с вами был Зак.